Друзья, всем привет! Очень рада всех вас видеть на моем канале. И сегодня мы с вами будем готовить блинчики с икрой. Масленица, конечно, уже кончилась, но такие блинчики можно даже поставить на любой праздничный стол. И этот рецепт точно пригодится вам в следующем году. Для начала мы берем глубокое блюдо и разбиваем в него яйца. Белки от желтков отделять не нужно, разбиваем яйца целиком. Сразу же добавляем туда сахар, соду, мы используем именно соду, и немного соли. И все это дело хорошенько взбалтываем венчиком или вилкой. Когда ингредиенты хорошо смешались, насыпаем муку. Муку насыпаем всю сразу, а ее можно просеять, но если вы уверены в качестве муки, то можно просто насыпать и стаканом. И все это снова хорошенько перемешиваем. И наливаем в тесто простоквашу. В принципе, вместо простокваши вы можете взять кефир абсолютно любой жирности, который обычно покупаете. Так как наши блинчики будут больше похожи на олази, то простоквашу наливаем сразу всю и очень хорошо вымешиваем тесто венчиком, так чтобы в нем не было комочков. Когда тесто хорошо перемешали, наливаем в него растительное масло и снова все хорошенько перемешиваем. Жарим наши блинчики на разогретой сковородке. Если сковорода у вас антипригарным покрытием, жарим их без масла. Мне кажется, что так будет вкуснее. Но если вы хотите получить такую более хрустящую корочку, то налейте немного растительного масла. Жарим блинчики, как обычно, с двух сторон на огне чуть ниже среднего. Из-за того, что мы готовим блинчики на простокваши или на кефире и используем в тесте соду, они получаются очень пышными и воздушными. И теперь приготовим начинку для блинов. Берем зелень. Лучше всего взять свежий зеленый лук и мелко его рубим. Еще нам понадобится абсолютно любой сливочный или дворожный сыр или даже самая обычная густая сметана с высокой жирностью. Мы просто берем наши блинчики, сверху намазываем сметану или сливочный сыр. Сметаны или сыра должно быть много, мы же для себя готовим. И сверху на эту сметану или сыр выкладываем икру. Мне намного больше нравится делать и кушать именно такие блинчики, потому что их удобно есть. Начинка никуда не убегает, не нужно пользоваться специальными приборами. Просто взял блинчик, откусил его и в принципе все. Посмотрите, какие они пышные, мягкие в разрезе и очень-очень вкусные. Приятного вам аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует...